Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим две ПТшки, которые вышли набором на продажу по цене одной годной семерки. Это Canon Yacht Die Panzer, ПТшка восьмого уровня и немецкая ПТшка с ТРВТ седьмого уровня с барабаном. Обсудим сегодня более подробно конкретно Canon Yacht Die Panzer, поскольку это восьмерка, ну а в следующем видео ждите обзорчик на СТРВТ, этот обзор выйдет буквально через полчаса после того, как в эфир вышло данное видео. В отношении набора могу сказать следующее, ценник годной восьмерки за восьмерку и семерку, это максимум того, что я могу сказать и по моему скромному мнению СТРВТ гораздо интереснее как машина для получения удовлетворения от игрового процесса, нежели Canon Yacht Die Panzer. Семь с половиной тысяч у вас просят за две машины, за два внешних вида, причем один внешний вид, а именно укус на СТРВТ, это действительно внешний вид, который разрабатывался именно для данной тачки. А вот что касается второго внешнего вида, то этот внешний вид ничем не уникален абсолютно, это еловые ветви, которые можно встретить на разных машинах и на Canon Yacht Die Panzer он не разрабатывался, то есть не является уникальным внешним видом именно для данной ПТхи. Также здесь положили вам два набора открытых слотов оборудования по двум машинам, что в целом по грубым подсчетам поможет сэкономить где-то в районе трех с половиной, может до четырех миллионов серебра. Если мы говорим с вами о иксах, которые сюда положили, то по иксам не сильно все круто, прям совсем классно, поднять элитный опыт экипажа не получится, потому что реализовать допустим Canon Yacht Die Panzer действительно сложновато. Ну а в отношении нашего великолепнейшего стейра ВТ, то да, реализовать можно, но блин, это все-таки семерка и заработки там будут совсем другие. Если говорить откровенно, то своего, допустим, у Canon Yacht Die Panzer, когда он только появился, я приобретал за 25 тысяч голды и до сих пор об этом безумно жалею. Достался он мне вот таким вот, с вот этим внешним видом. Ну и, как мне кажется, один из самых худших обвесов, а именно эмоциональный прожектор, который для вас лично вообще ничего не несет. Поверьте, вы не будете обращать внимание на этот маленький экранчик, а ваши соперники не будут смотреть на вот эти, как мне кажется, вполне себе глупые смайлики. Брони здесь нет абсолютно, по орудию в принципе все приятно, все комфортно, но отыгрывать на Canon Yacht Die Panzer очень сложно. И, как я уже сказал, далеко не каждый танкист, а уж тем более на сенсорнике, сможет реализовать полный потенциал данной ПТшки. 350 единиц урона с пробитием в 255, это очень круто, на восьмом уровне играется просто великолепно. Время перезарядки тоже практически шикарное, неполных 8 секунд, ну и угол склонения орудия вниз, минус 8, позволяющий комфортно отыгрывать на всякого рода неровностях. Но у нее нет абсолютно рубки и это тоже, скажем так, доставляет хлопот, когда вам постоянно приходится доворачивать корпусом. В общем, не сильно удобно. Также стоит отметить великолепнейшее время сведения в 2,7 секунды и просто шикарный разброс, который менее 0,3 на восьмом уровне. А вот в отношении ДПМа 2740 единиц, сам заявленный ДПМ очень крутой, но реализовать его возможно только тогда, когда вы не попадаете в засветы, когда ваши соперники отвлечены на союзников. Ну и по их засветам вы можете отстреливать по своим врагам, ну и таким образом наносить максимальный урон за бой. На что способна машина, давайте посмотрим в реальном бою, куда в принципе с вами и отправляемся. Итак, ребят, хотел начать с обсуждения подвижности данной машины, с ее маневренности, но об этом чуть позже. И начну я, наверное, данную катку со слов того, что жемчужный город абсолютно не подходит для данной ПТХи. По той причине, что ПТХа по большому счету типично кустовая и ехать на ней в город куда-то, ну прям заказывать себе дорогу в ангар, причем такую, знаете, очень скоростную дорогу, по которой вы пройдете буквально за пару секунд, как только вас кто-то обнаружит и начнет по вас отбрасывать. Стоит отметить, что поскольку ПТшка не обладает абсолютно никаким бронированием, то есть его просто нет от слова совсем, играть на данной ПТшке очень сложно вблизи с соперниками. Они просто будут брать вас в автоприцел и крутиться вокруг вас, будут переезжать куда-то, при этом наотмашь будут отбрасывать свои снаряды и при этом же, ребят, они будут вас пробивать и наносить вам урон, причем постоянно. То есть выцеливать вас абсолютно никакого смысла нет, вас достаточно просто свестись один раз, причем не имеет значения в какую конкретно часть вашего корпуса. Если обсуждать данную ПТшку именно как кустовую, то да, она действительно классная, она действительно интересная. Находясь на дальних расстояниях, да хоть через всю карту, вы вполне спокойно выцеливаете своих соперников, отбрасываете по ним, наносите урон, пробития достаточно, время перезарядки божественное, время сведения просто уникально комфортное. Добрали до меня, жаль, хотя хотелось тоже приобщиться к прекрасному и понаносить немножко урона. В общем, ПТшка, как ПТ для игры на очень дальних расстояниях и где-нибудь от каких-то кустов, просто великолепнейшая. Но в отношении того, чтобы рашить, лететь вперед и встречаться с вашими соперниками лоб в лоб, ну прям совсем не подходит. Не знаю, ребят, у меня очень двоякое отношение к данной машине, именно потому что она не живучая. Я люблю живучие машины, я люблю подольше побыть в бою, даже если я встретился со своими соперниками. Я за то, чтобы у меня была возможность танковать хоть как-то. Хотя иногда, ребят, есть желание постоять как раз где-нибудь совсем далеко и при этом всем просто накидывать урон в виде такого себе снайпера. И на это канона Ягдепанзер действительно способен. В отношении ценников 7500 за набор я могу сказать от себя следующее. Данный набор однозначно подойдет тем ребятам, которые любят кустовые ПТ, умеют справляться с картонной техникой. Им достаточно вот этого геймплея на очень дальних расстояниях, без сближения со своими соперниками. Практически ничего не делая, вот в таком вот крайне быстром бою я успел набросать 2150 единиц урона. При должном использовании данной ПТшки, особенно на дальних расстояниях, вполне спокойно можете рассчитывать на 3500 урона. И поверьте мне, сложностью для вас это не будет. Главное, чтобы было в кого отстреливать. Ну а все остальное за вас сделает по техническим характеристикам абсолютно идеально сбалансированное орудие. Великолепная точность, шикарное время сведения, комфортное время перезарядки. И вполне себе для этих показателей достойный урон за один выстрел. Все это канона Ягдепанзер. Ну а если вы не умеете играть на картонах, если вы хотите сближаться со своими соперниками, быть в гуще событий, то канона Ягдепанзер вам остро противопоказан, просто потому что вы не успеете ничего сделать в бою. И поверьте мне, когда приедут несколько союзников вместе с вами на стычку с соперниками, то соперники в первую очередь будут отбрасывать по вам, потому что вас даже целится. Не надо просто достаточно навести орудие в вашу сторону. Я пошел снимать следующее видео на СТРВТ. А вы, друзья мои, если за оперативные обзоры на все танки, которые выходят на продажу, и абсолютно честное мнение автора по поводу всего, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите лайки, ну и обязательно, обязательно прожмите колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok